Доброе утро, дорогие друзья! У нас с вами сегодня недельная глава Шлах. Те же разведчики, те же истории, но выводы другие. Поговорим о сомнении. Тому, кто не реагирует на происходящее с ним чудеса, не видит, не чувствует, не связывает происходящее с волей Творца, вот против такого человека и встает небесный прокурор. Для разведчиков были созданы разные чудеса. Они шли по земле Израиля, там специально были похороны, чтобы их никто не заметил, разные другие чудеса. Они этого не видели. Они все воспринимали через призму какого-то отрицательного видения. Ведь одно и то же можно видеть по-разному. Вы знаете, во время одной беседы раби Аврам такой спросил собеседника. Известно, что Всевышний всегда принимает раскаяние людей. Но почему не был прощен грех народа после того, как они поверили разведчикам? И вот послушайте, какие потрясающие слова сказал народ после того, как Маше их укорил. Мы готовы подняться на город, на то место, о котором говорил Всевышний, что мы согрешили. О котором говорил Всевышний, что мы согрешили. Не они согрешили. Не они. Если бы раскаялись, то не наказал бы их Бог так строго. Они сказали, что не мы согрешили, а Всевышний сказал, что мы согрешили. Это не раскаяние. Это не раскаяние. Вот тут Маше и сказал им, не поднимайтесь, ибо Бога Всевышнего нет в вашей среде. Тот, кто говорит, ну ладно, раз вы настаиваете, я виноват, или там, это он далек от исправления. Без признания ошибок нет раскаяния. Без раскаяния нельзя избежать расплаты за содеянное. Вот все очень просто. Жертва в иудаизме, жертва, которую приносят в храм, тот, кто согрешил, или тот, кто сомневается, она разная. Сомневающийся приносил большую жертву. Больше. Потому что, когда человек сомневается, считайте, что все пропало. Он думает, я вот сказала плохо или хорошо. Плохо ты сказал. Поступила плохо или хорошо. Плохо ты поступил. Вот тогда все понятно. Тогда есть возможность раскаяниться. А если ты думаешь, я да это. Сомнение это самый жуткий, самый страшный враг человека. Вообще, сомнение заранее, согрешил, не согрешил, обречено на провал. Лучше сразу признаваться Богу, что ты совершил. Еще раз повторяю. Софек, сомнение, амалек, все одно и то же. Самый страшный враг человека. Можно творить всю жизнь беды, грешить и считать себя праведником, потому что не уверил, грешил или нет. Это громадный урок для всех нас. В псалмах есть потрясающие слова. Не быть подобными отцам, родову, упорному и мятежному, которые неверному Богу своему духом забыли, а не его чудеса, которые он явил. Проблема разведчиков была в том, что они забыли важнейший факт еще. До документа, как они увидели нечто, напугавшее их, Бог вывел их из Египта, устроил чудеса. Более опасные ситуации безвыходные были. Это тоже такой важный метод для того, чтобы укрепиться и утвердиться в доверии Творцу. Вспомнить, что он уже много раз делал для вас. Вспомнить историю вашей жизни, сколько раз он выручал, сколько помогал и так далее. Поэтому человек не должен проецироваться на вот этой моментальной ситуации. Он должен вспомнить, какие еще и раньше были. Вообще человек, когда идет куда-то, и у него нет цели, он вообще не может определить, поступает ли он правильно или свободно. Свобода определяется возможностью не любого выбора, а правильного выбора ради достижения поставленной цели. То есть целесообразного. Но чтобы понять, нужна ли мне эта цель, действительно я хочу ее достигнуть, я должен задать еще второй вопрос. А в чем конечный смысл моей жизни? В чем цель моей жизни? Вот когда я определю цель своей жизни, тогда я могу построить логическую цепочку различных промежуточных целей, которые будут вести меня к высшему идеалу. Только тогда человек может сказать, совершил ли он хороший поступок или плохой поступок. Свободный или... Если его отдаляет что-то от конечной цели, значит это плохой поступок. Приближает хороший. Вот все остальное это неправильно. Когда человек просто что-то говорит, это не так. Создание человека творцом, это не автоматическая линия, не конверги, все одинаковые, не отличаются друг от друга. Бог запланировал так каждого человека, как личность отдельную, с особыми там специфическими талантами и возможностями. Поэтому каждый из нас создан, чтобы именно его жизнь превратить в жизнь с правильным движением к цели. Именно его. Каждый человек получает то, что нужно ему. Вот и... Бог вот он как бы так справедливо все сделал, мы просто этого не можем увидеть. Обратите внимание, новые условия, которые в этом мире, оставляют нас один на один с собой. Так хочет Бог. Все неприятности, которые происходили в последнее время, начинаются там, где скопление людей. И все ограничения связаны тоже с этим. Бог хочет, чтобы мы остались один на один со своей душой и подумали, куда идем. Жизнь это такая, знаете, движущаяся вниз лестница. Она не идет вверх, она идет вниз. И чтобы не опускаться, нужно не идти, а бежать наверх. Давайте бежать к нашей цели. Брахава от слаха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!